Добрый вечер, рада приветствовать вас на очередной лекции цикла «Образ». Я сегодня думала о том, как развивается этот цикл и поняла, что 20 век это у нас уже какой-то третий сезон и боюсь, что не последний. Я недавно к вам пожаловалась, что я никак не могу этот цикл закончить, он у меня по плану там уже идет дальше, середины июня. И я говорю, единственное, что может меня остановить, это если я публикую весь список художников. Я говорю, так давай, публикуй. Но иногда я понимаю, что, ой, подождите, мы тут забыли, надо вставить еще вот этого, без него мы не поймем еще кучу лет. В общем, есть такое выражение в 20 веке, такой короткий 20 век. Короткий тем, что очень насыщенный, очень много произошло каких-то нововведений, они происходили постоянно, художники постоянно совершали революции, постоянно отрицали все, что было до них, создавали что-то новое. Это даже если просто смотреть линейно развитие искусства в Европе или в Америке. Мы совершенно не охватывали еще другие страны, и вот спасибо Жене, сегодня мы охватим немножко, охватанем Японию. Очень рада представить нашего нового лектора, он у нас первый раз сегодня, хотя не первый раз лектор, но первый раз в клоузере, надеюсь, не последний, хорошей лекцией. И я бы хотела насамперед, для того, чтобы, не знаю, может ли вы уявляете себе, что такое Япония в первой половине 20 века? Я просто сделаю такой небольшой, ну, как бы, попробую лаконично описать, что же это такое. До середины 20 века все мистецкое Японии существовало в рамках такой очень жесткого традиционного мистецкого и мистецкого канона, так бы мовити. На начале 20 века в Японии начались первые такие уже демократические суви, то есть она отказалась от политики самоизоляции и от политики феодальной уже вступила на шлях какого-то такого капиталистичного, демократического развития. Важным для этого периода было для начала 20 века, когда началась эпоха императора Сьова, когда, с одного боку, это был шлях демократизации, но, накопичивая, как бы, військовую месть, и эта японская идеология звернула, как бы, с демократичных рельг на сторону какого-то там фашистской, и, как тогда это называлось, милитаристской идеологии, в меморандуме Канака, как появился на начале 20 века, который декларировал святое панувание Японии, которое базировалось на релігийных и националистических засадах. Тогда в Японии создавался такой специальный синтетический вид мистецтва, который называется НИХОНГА. Это было мистецтво, надзвичайно декоративное, с такими очень спрощенными сюжетами, и это было, как бы, провисником государственной идеологии, это было очень жестко цензурное мистецтво, которое, ну, сегодня, так сказать, уособление японской красы, кавайности и того, что мы часто очень удивляем, как традиционное японское мистецтво, он был абсолютно симпатичный и штучный, его придумали, власне, для того, чтобы подсилить и как-то стимулировать национальный дух в стране, яка в этот час мала такую жесткую экспансиональную политику, там происходили войны, анексии, и, на самом деле, оця військово-фашистская идеология формировала Японию в начале ХХ столетия. И переломным для мистецтва Японии, для себя и Японии, взагалі для всего света, тогда стала трагедия в Хиросиме, Хиросиме и Нагасака, и в образе, в святовом образе, в святовом уявленном, эта трагедия зафиксировалась, у меня нет картинки, но вы, мабуть, все можете уявить девчонку с поровыми журавликами, так как дома легенда, про те, как эта девчонка, которая выжила после трагедии, складала эти паперы из журавлики, Садако Сасаки, и звали ее. И вот этот образ, который панувал в свете, а в Японии в этот час, после этой страшной трагедии, в ее красивом, таком, как бы мы сегодня сказали, мабуть, няшном, кавайном мистерстве, появляется страшное и потворное. Вперше, там ранее, как бы не показывали те, что называется «правда жизни». Тобто, и тут художники начинают говорить про смерть, про трагедию, про все жахиття, которые они пережили, они, конечно же, это рефлексуют в мистерских работах. И еще один такой важливый пункт, переломный, знову ж, таким моментом, 1 сечня 1946 года император Севави даёт императорский рескрипт, где он отказался от божественной природы императора. То есть император стаёт человеком в 1946 году. Он был богом. И тут, ну, просто так тоже надо уявить, как вообще все исчнуло в Японии. Император написал документ, ну, его там смусили, там американская, ну, вся глобальная святая политика. Он сказал, ну, если ты хочешь лишаться императором, то нужно как-то, ну, по-нормальному. Стань человеком. И он говорит, что я первый раз стану человеком. Он написал рескрипт, где он отказался от своей божественной природы и сказал, что я теперь человек. И вот это стало уже, власне, оцим первым кропом до реальности демократизации общества. И Япония, как бы, кардинально изменилась из этого времени. И в мистерстве Японии в этот час появляется такое явище, мистерская группа, которая была, как бы, перед провисником, ну, пред течею появи группы Гутай, группа Зеро, которая декларировала заведение до нуля попередней практики. То есть все, что было до этого, они хотели обнулить, так бы, и идея перерегала у необходимости забуття поразки, забуття фашизма, и все началось спочатку. Ну, абсолютно такая типовая футуристическая идея. Из этой идеи уже через десять лет после трагедии Хиросимы появилась группа Гутай. И вот мы будем про это говорить более конкретно, но все равно нам надо помнить, что эта трагедия была для всего мистерства Японии. Все же таки группа Зеро, они были правы. Это была действительно точка нового виблику, нового мистерства и новой Японии, и не только в Японии, а в свете эта трагедия очень много чего изменила в принятти и в святоглибе. И что делает группа Гутай? Група Гутай говорит про створение новой красы. Назва Гутай з японской мовы перекладывается как конкретный, и они конкретно говорили про то, что для сучасной Японии, для сучасного света нужно строить новую красу. Та, что была раньше, она уже не працет, не дает. И они своей творчостью пытались сруйнувать попереднюю конвенцию, которая исценивала в традиционном мистерстве, и строить новое. Поревать с всеми попередними традициями и с всеми попередними досвидами. Тобто красу они бачали в новом, в внутреннем. Треба сруйнувать что-то, что было, чтобы посмотреть, что там в середине, и что в середине это уже будет красиво. Таким чином, мистерство группы ГУТАЙ можно расследовать как деструктивное явление. Но тут, скорее, не хайдегеровская деструкция, а деконструкция Дарьда. При том, что Дарьда про свою деконструкцию написал через 10 лет после возникновения группы ГУТАЙ, но все равно она очень близко и точно характеризует то, что они делали. В 1954-м они появились, их створил бизнесмен Джиро Яшихара, он был художником за фахом, и получил известную и отримал бизнесом, очень молодой в маленьком городе Узаке. И вот он решил объединять вокруг себя художников, чтобы создать новую художественную для того, чтобы эта художня мова могла каким-то чином декларировать, описать эту новую красу, которая была необходима в новой Японии. Главным постулатом, который наследовал Джиро Яшикара, створюючи эту группу, и это была причина тому, что так много художников объединялось, близко 59 художников были участниками этой группы. Потому что он просто дав очень просто задание – делать то, что никто никогда не делал. Всему было понятно, всем было интересно и все рады до этого долучались. И, в основном, с начала существования этой группы они начали создавать какие-то новые спорты. Краса в их уявленном полягала в… Краса – это руина, и створение нового – это руина, это старого. У них была очень четкая зосередженность на процессе, на том, как это все происходит. В своей организации они пропагировали какие-то принципы горизонтальные… Это мы даже пометим. Они декларировали, что их организация горизонтальная, в них отказались от любой иерархии. И очень интересный у них был подход к пониманию коллективной и индивидуальной групповой работы. Они называли это «Коллективный дух индивидуальности». То есть каждый работал окремо, но все равно это была группа, которая выступала всегда, и даже часто, показывая свои работы на каких-то коллективных виставках, они не подписывали окременные работы, а называли это, ну вот, как одно явище, одна там экспозиция, где были представлены работы разных художников. А, еще что важно сказать, что в 50-х годах Япония занималась в промысловом развитии, этот социально-экономический такой аспект, она была очень прогрессивной в 50-х годах, после войны, после трагедии, потому что она была зруйнована, и они начали уже с урахованием новой технологии. И поэтому начался такой шаленый экономический взрослый, и влияние Америки на процессы демократизации тоже был очень вагонный. И Америка бачила поддержку, как бы, соприятия новому абстрактному мистерству, как способ соприятия демократизации страны. И благодаря этому художники группы ГУТАЙ мали возможность общаться с американскими и европейскими художниками. И вот мы дальше будем смотреть на их творчество, и мы увидим очень много паралелей с группой Флуксус. И они, конечно же, с ними дружили, и имели очень много общения. И вот эта глобальная политическая тенденция не влияла на деятельность своей, здавалось бы, такой невеликой группы. Так, отже, это портрет засновника группы Джиро Яшихара. А, еще хочу зауважить, что они были, особенно Джиро Яшихара, основник группы и все участники, они были такими шаленными шанувальниками, полкими шанувальниками Джексона Поллока. Но, при том, они его очень своерідно трактовали. То есть, может быть, так, как сам Джексон Поллок себе не трактовал. То есть, они наголошили на то, что этот новый процесс творения, живопис дии, он поляга, в первую очередь, у ревности материала и художника. То есть, они пытались, опять же таки, тут важно вернуться до Деррида с его трактуванием бинарных опозиций, про то, что они были отмоги от первой иерархии. Они отмогались от иерархии, они говорили, что это взаимодействие, и важно, что это взаимодействие на ревних. И другая этимология их названия звучит как «му» в значении «инструмент», и «тай» в значении «тело», то есть инструмент, как «тело». И вот Джерой Яшикара, который занимался, много кто из них в свой час занимался традиционной японской каллиграфией. Это мистерство, оно тоже, певным чином, есть такой тілесной практикой. То есть, художник впадает в какой-то медитативный стан, и потом выводит эту четкую линю, не только порухом руки, а и порухом всего тела. То есть, это какое-то тренирование, которое взаимодействие с телом. И вот Джерой Яшикара в первый час экспериментовал с разноманитными видами абстрактного мистецства, аж пока не начали малювать коло. И эти коло, по его творчеству, это было оце тілесное мистерство. То есть, одним порухом руки, порухом тела, надо было намалювать коло. И он не мог бы все життя прагнув до малювания идеального кола, где не видно початку и кинця. Но у всех его работах в начале и кинця очень видно. И идеального кола в него никогда не выходило. Такий, как интернет-мем про страшный сон перфекциониста. Завжди оно не идеальное. Завжди видно, где он начинает, где он закинчивает. И это прагнение до пошуку идеального. И тут очень много японской традиции, традиционного. Это коло, иньяань, безконечность. Это он все постоянно переживал. И постоянно с этим взаимодействовав, малював эти кола. То есть, он их приводил, танцював навколо них. Это то, что, возможно, сегодня имеет отголосок в современном мистерстве граффити, когда художники тоже такие тилесные практики включают для своих вуличных работ. И, власне, он пробовал много всего для достижения идеального кола. В этом случае он замальював черным, залишаючи белый папир, не малюючи куло, а обмальовываючи навколо него. И он ритуал, он ритуализовал это телесное мистерство. И еще один участник Катова Ширага, который, согласно с тем, как называлась группа конкретная группа конкретная группа, он очень конкретно взял то, каким образом художник использовал тело. Он малювал ногами, подвешивался за такие мотузки и размазал ногами фарбу по горизонтальной площине. И это тоже было, определено, переосмислено. Художник палюет тилом, но это не обязательно может быть рука, которая держит пенсию. Это может быть нога и все, что угодно. И мне кажется, что Ширага был грунтовым, таким, ну, грунтовым. Багато в чом, власне, он визначил вот этот напрямок и какие-то постулаты творчества группы Гутай. Кроме того, что он малювал ногами, он еще делал земляные скульптуры, например, або он создавал живописные работы на шкурах диких тварин, которых сам убивал, и какие-то переосмисления жития и смерти, создание нового из руйнования старого. То есть идея Гутаю, что создание новой красоты это руйнование предельных конвенций. Ну и он конкретно показал, что вбить старое, на этом старом можно сделать мемель. Он вбил кабана, и на его шкуре нам назвал живописную работу. И еще одна такая очень не знаю, мне кажется какая-то тендитная работа, когда художник сделает смеш глини и земли. И в эту грязюку он вдавливал свое тело. И таким чином получил определенные оттиски. Он уже работал с землей. И тут просто кинулся в живописное полотно. и туди себя вдавливает и создает художник образ. Далее я окремо остановлюсь на том, как художники группы Гутай работали в публичном просторе. У Ширага был проект, когда он поставил несколько деревьяных балок и из середины делал на них зарубки. Ризикленно, что все железные балки могут на него завалиться, каждый из них рубал топором и запрошил участников до него долучаться. Это мав интерактивный проект, но поскольку он был довольно рискован, никто не подключился и не работал вместе с ним, но эти живописные зарубки он потом складывал в виде такого декоративного элемента. и это ритуализация и певный из отстранен способ создания нового красного живописа придумал Акера Канаяма. он был прихильником Джексона Поллака и мне кажется, что это я не знаю, на самом деле, как реагировал пан Поллак на этот проект, но мне кажется, что он иронизирует над ним. Он строил такого маленького робота, который ездит по полу, и таким образом он строил свои работы с этим роботом в 1957 году. и потом он домальювал. Для него было абсолютно непринципово, что это такой робот мое малювать, и он мог домальювать после него. Причем он, например, брал японскую парасолю, паперовые традиционные японские парасоли, рвав ее между шпицами и парасолю мог дополнивать то, что перед ним намальював робот. Это была множинность дей, что может быть включено в создание нового живописного. Будь робот, людина, будь кто другой. Вот такие работы. выходят работы. И вот сам процесс мистерства действий. И тут важно вспомнить про деконструкцию про ряду, который тоже был сосределен на процессе, потому что с позиции деконструкции легко понять, что произошло в группе Гута. И они смотрели на американское мистерство, европейское мистерство. И по-своему это все рефлексировали. Что зашивемо, то тоже розпирсковал фарбу, но он розпирсковал позиции руйнования. Он руйновал что-то, руйновал пляшки, которые наполнены фарбой, и эта фарба накладалась на полотно. Або какие-то пули, что можно наполнено фарбой он использовал в своей творчестве, создавая такие экспрессивные работы. И таким образом выглядела экспозиция группы Гута. Они взяли такие защитные костюмы, все навколо распирскалось. Это был экшен, где запрошивали и глядачи, и художники, и все это происходило очень экспрессивно и динамично. Что за Шумамото написал таке эссе в 1956 году называлось Киллинг the Paintbrush как спосіб извольнения от мистерских конвенций. Треба вбить в пензли, и только ты сможешь открыть для себя это правильное мистерство и новую красу. И тут такой момент связи нового японского мистерства с мистерством европейским. мистерством происходило взаимодействие и полемика с луксусом и европейским мистерством. что за Шумамото я говорю что он начал работать над этой темой в 1949 году. И в 1954 году он это показал. Пробил живописное полотно. Он его несколько шарей на него наклеил и сделал такой отвор. В 1950-х лучше фонтанат манюфестировал такое явление как спациализм отвор, когда он разрезал живописное полотно. И тут это происходило одночасно. Можно мабуть прослеживать кто первый это придумал фонтанат в Италии или что за Шумамото в Японии кто первый открыл этот портал и разрушил площадь 2D изображения. Мне кажется, это не важно. Хотя для них это было важно. Потому что, не дивлячись на горизонталь и группы Гутай все-таки Йошихара, когда узнал о том, что уже существует этот разрез полотна в фонтане, как мне даже в некоторых джерелах пишут, что он заборонил этим заниматься. Потому что для них было важно делать то, что никто этого не делал. Ну и если кто-то уже это сделал, то все, тогда это нужно помнить. Ну, не знаю. Может, это мнение? Может, нет. Но, в основном, это таким чином, я бы бачил этот выход из площадки и вот таким чином бачил собора Мураками. И тут тоже важно сравнивать это с разрезами, которые делал Фонтана. Фонтана – это такой лабораторный разрез. То есть живописное полотно реально розвязав очень деликатно, тонко и вот, в основном, аккуратно. Этот же его просто рве. Рве на шматя, и залишаючи после себя таки лохмитя. И при том, что он не полотно живописное, как у Фонтани, он рве традиционный японский папир для каллиграфии. и вот, если фонтана выходит из площадки очень аккуратно, то это вырывается таким очень больным жестом, и оставив после себя не медичный хирургический, а рвану рану, которая трепочит на никогда не может быть зашитою, никогда не живет. И это важно для понимания того, насколько эта идея руйнации была вкоринена в творчестве всех участников Утай. Они не не обмежали себя, и шли на руйнувание этих конвенций и канонов как-то так стрим голов, можно так сказать. И, снова-таки, то, что он разрывает традиционную живописную площадку, разрывает своё тело. Это, снова-таки, телесная практика. Вот так это выглядит так экспрессивно и мне кажется, что действительно чувствуется какой-то боль этого художника, который это делает. Еще одна работа, которая тоже связана с телесным и болезненным, это художница из группы Гутай, Ацука Танака, которая пошила в 1956 году электрическую сукню. Она взяла несколько десятков различных освещающих приборов, лампочек, и вдягала их на себя, упаливая постельно своё тело. Таким чином, она пыталась авторизировать вопрос о положении женщины в тогочасном сучасном японском суспільстве, которое, не смотря на все демократические поступки, и не смотря на влияние Америки, все-таки было консервативно. И не знаю, вы или не носятся японские традиционные костюмы. Это очень сложно. Все, из чего складывается японский костюм, это совершенно неудачно. Мне кажется, что каждый элемент этого костюма для того, чтобы женщина страдала. деревянные тапки, которые невозможно носить. Все сковывает рухи. В нем жарко, тесно, воно передавлю и переживает. То это для женщины вдягать и ходить в него. Танака первосмислю эту традицию, роль женщины, и создает такое платье. Она вдохнула на создание этого объекта с техническим видом японских мест. И тогда был науково-технический прогресс и прогресс. В Японии все было очень новое, красивое, и японские улицы были полностью неоновым светлом. Это реконструкция этой сутки уже 2000-х в музее Буменхан мы делали величезную выставку, посвященную группе Гутай. Она была поляровая. Она ходила на выставку с купой этих шнурей, перемещалась, обваливая свое тело. И особенно страдание еще новое, яркое, веселое после трагедии Японии. Вона была одной из... Если попередние художники и большинство этих художников деконструировали художественную традицию японскую, но создавая свою новую красу, используя традиционные инструменты. текло, папир для каллиграфии, интерактивность каллиграфии, то Танака вона уже начала працювать с новыми медиа. лампочки на 50 лет это были не совсем многие, но кроме этого она вдавалась до разных технологических технических приемов в своей творчестве. Так она сделала работу Дзвони, которая полягала в том, что из выставки заходячи в экспозицию от каждой работе были отсылки до другой нужно нажать кнопку в одной работе и глядачи между ними ходили, она вимальовала невидимую и работала даже не с своим телом, а с телом глядача. И этот глядач создавал какие-то вибавливые линьи переплетения, переселиваясь экспозицию, которую она керировала благодаря технологиям. Она накреслила схему. она комутировала всю техническую часть своей работы. кроме еще один участник ГУТАЙ Йошида Мінору создавал кинетическую скульптуру двостатевая квитка в 1969 году она вызвала бургливые полемики и критики не удивляясь что мистерство ГУТАЙ было в определенной мировой радикальной но оно воспринималось позитивно смотрителям возможно через то что была поддержка с боку Америки с боку нового демократичного поступка и поэтому позиционировались как проведенные художники и это им много в чем помогало а вот это двостатевая квитка которая переливалась неоновыми огнями и постоянно двигалась и она даже смотря какую-то документацию творений группы ГУТАЙ она получилась какого-то забутою и не 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 знаю не знаю не знаю не могу сказать чему яка конкретно была до нее приява но так сталося и еще один представник Токисада Матсутани Матсутани здесь очень интересная история с тем каким образом он нашел свой творческий метод он работал с текстурами в 50-х годах он много болел на сухоте и 10 лет лежал в лечке в лечке и все эти 10 лет он смотрел в стелю и ретельно вивчал текстури и фактури этой стели и настолько проникся ними что начали эти и другие текстуры оттворювать он брал силиконовый клей и капал или его на горизонтальную площадку и нахеряяя в разные боки он создал рельеф и когда он подув витерець и на поверхности этого появились небольшие пухельцы ему это очень понравилось и потом он спецеально спецеально працючи со своей техникой он спецеально через трубочку дув на этот клей чтобы утворились эти пухельцы можно увидеть что это очень очень штучная работа но они конечно очень тесные в этом рельефе в этой фактуре он каким-то сочином сквертался до изображения своего родного изображения человеческого тела и этот момент когда он создает определен объект когда он накапал и пока этот клей не засох он может что-то сделать это это как это может все